У дорожных полицейских началось сезонное обострение аварийности, а всему виной в мотоциклисты, появившиеся на дорогах области после зимнего перерыва. За 4 дня апреля зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий с их участием. Увидев мотоцикл на дороге, неплохо принять повышенные меры безопасности. С появлением скутеров, байков и вовсе становится тревожной на проезжей части. По области сегодня зарегистрировано около 4000 мотоциклов. Только в этом году, за 3 месяца, встали на учет в Управлении дорожной полиции 96 мотоциклистов. Основная проблема не в количестве мототехники, а в повышении аварийности на дорогах. Весенний-летний период особенно богат на ДТП с лихачами на железных конях. Учитывая, что водители мотоциклов, в отличие от спортсменов-профессионалов, практически ничем не защищены, кроме шлема, можете представить, какие травмы они получают при ДТП. В апрель месяц у нас уже 6 ДТП за 4 дня. И все они с пострадавшими. 6 ДТП. Надо упомянуть в связи с этим продавцов скутеров и байков. Они завозят их тысячами. К мототехнике относятся как к товару. И все. Двухколесное средство передвижения с объемом двигателя менее 0,5 литра не регистрируется в органах внутренних дел. Водителей никто не обучает. Отсюда вывод. До тех пор, пока на дорогах будут находиться необученные мотоциклисты, не понимающие, что такое дисциплина на проезжей части, ничего не изменится. Даже таможня при оформлении провоза байков и скутеров относится к ним как к товару. Мы сейчас этот вопрос уже начали поднимать на уровне областных управлений, чтобы привлечь хотя бы общественность туда. И, конечно же, с таможенным комитетом мы сейчас этот вопрос обработаем. Может быть, поменять либо поменять таможенный кодекс. Любое транспортное средство – это объект с повышенной опасностью. Мотоцикл трижды опасен. Сергей Высокосов, Баужан Алипов, Евгений Афанасьев, 1-й Карагандинский. Субтитры создавал DimaTorzok